всем привет дорогие зрители сегодня 14 ноября мы с вами находимся в павлоградском районе вблизи села булоховка это прекрасный лес который я уже вам показывал как-то и свое грибное путешествие я сегодня открою вот такими прекрасными экземплярами беляшей посмотрите какое семейство еще даже посчитаем их 1 2 3 4 5 5 беляшиков красавцев на такие роды такие рады давно такого не было уже у меня по цвету так березовый белый а может быть дубовый не знаю берез я тут не вижу хотя вон там в низин ушки он 1 есть это не береза это наверно осина так продолжим дух захватывает хочется кричать от радости но это еще не все стоя на этом месте я посмотрел влево и что-то что-то тоже привлекло мое внимание вот он вот она беляш кто-то ему в детстве повредил ну вот он вырос такой есть а это был второй второй был ему шляпку повредили заберем же их вот в это гнездышко 6 штучек здесь на этом месте это довольно популярный лес среди грибниковых но московского и павлоградского районов поэтому надеяться встретить что-то хорошее на открытой местности глупо нужно заходить в траву видите это все в траве происходит возможно вам не видно пара грибников проходит рядом я же говорю вместо довольно популярная ну вот с почином нос с другой стороны вот этой ямы я обратил внимание на приподнял это дубовые листья и конечно же открывается чудо под ним чудо как с картинки только вчера мы с катей чуть не развелись из этих беляшей а сегодня я в них купаюсь я имею ввиду что найти хотя бы один беляшик вчера доставляла немало хлопот нужно было пройти большое расстояние а тут на одном месте несмотря на то что середина ноября уже погода продолжает нас баловать но это все крайне ненадолго вечного счастья не бывает иначе оно не было бы так ценно вы наверное уже обратили внимание что найденные нами беляши располагались в дубочках молодых я проходил уже по соснам пока не встретил ни одного но вот ежели дубочки без сосен это тоже не то и так чем же нас порадуют эти дубочки с соснами что-то блестит вот они дубочки вот они сосны вот он беляшик я вот иду не грибы ищу корзинку заглядываю любуюсь если вы помните я двигался на солнце сейчас развернулся в противоположную сторону и посмотрите что солнце нам осветило издалека прямо вижу это же беляш это белый гриб я шел оттуда я его не видел развернулся и тут открылось чудо красота и слава богу что я отсюда так быстро не ушел там мы нашли этого белячка большого перевел взгляд немного ближе к себе помоложе вот еще моложе а вот постарше но этот прям жених уже вполне сформировавшийся гриб наслаждение здесь бродить по такой погоде катя сегодня на работе она будет рада придя с работы такому подарку в одиночной грибалке есть я своя чаривность ты никуда не спешишь ни на что не отвлекаешься наслаждаешься процессом ни под кого не подстраиваешься но без катя конечно скучно покровище хоть и маленькая белячок так хорошо я остаюсь с вами жить не хочу чтобы они заканчивались просто прекрасное место прекраснейшая от одного к другому перехожу друзья мои от другого к третьему счастья грибника как она скоротечно какие-то считанные дни и уже будет холодно привел их в более-менее опрятный вид и теперь братцы добро пожаловать корзину все время забываю прятать ножик нарушать традицию нельзя был вот в этой яме ничего не нашел поднимаюсь гляжу зонт кто-то когда-то сорвал и выбросил а рядом голова белячка посмотрите друзья мои красоты не писаны гриб какая правильная форма удивляет просто цвет все в нем идеально все сейчас расцелую я к жтб на любые ты беляши куми кто-то зонт выкорчевал и и там дальше какой-то зонтоненавистник чудо может это катина корзинка мне удачу приносит может пора уже поменяться ух какой статный зонтик как булава гэтмана я тут еще три масленка нашел мне уже стыдно было вам их показывать после всего того что между нами было ранее дорогие друзья чтобы я не забыл пользуясь случаем хочу прорекламировать катюшу было название не злизы я уже несколько раз забывал это сделать катя сейчас занимается продажей разных экологически безвредных добавок а также средств для дома ну я сильно не вникал какие-то вещи там для здоровья она просто мы не дали я им не знаю что то в общем ссылка на ее телеграм-канал будет в описании под этим роликом вот риская здесь в дубочках мы обнаруживаем зонты как думаете не будет ли зашкварным положить их к этим благородными летнейшим грибам вот этих простолюдинам не обидятся ли они погода как в лондоне только что светило солнце уже затягивает все тучами любуюсь небом переводим взгляд на землю а здесь масленок вот интересная каштановая шляпка повстречалась думаю это полячок ведь уже время и полячкам же вылезти да как белячок такой же конституции тела с другой стороны ямки еще даже парочку ну небольших вы знаете эпизодически мне еще встречаются такие островки дубовые но там пусто либо там уже кто-то был либо может быть это связано с тем что тот островок был вблизи такой ямы вот впереди у нас снова яма вот дубочек маленький вот под дубочком бугорочек вижу а я уже вижу под дубочком белячочек тоже небольшой дорога и яма нужно будет вокруг нее пройтись замечательный зонтик с таким возбужденным соском я просто вижу что здесь уже кто-то лохматился даже вот зон срезом что ж идем искать новое место под акацией в ряд выстроились дождевики которые почему-то я называю лукопердоны это от мамы вот почему наверное очень мне нравится еще такое место где мох как перина я знаю грибочкам тоже такое нравится беленьким где-то тут я уже мелькнула шляпка в глазах вон кажется да белячок я уж думал может быть рядовка ну слава богу белячок вот так нога уходила видите буквой г ну вот у него и цвет немножко он светлее и дубочков тут нету более такой худенький вытянутый характерный как для острова там тоже одни сосны практически в середине впереди нежная дымчатая сосновая поросль в поросли в горочек пустой ловлю на себе чей-то взгляд вот а это из-под перины выглядывает вон вот тут расположился тетрец вот маленький дубочек и такой полулежа ух ты как уходит глубоко вот впереди масленок не хуже беляша так подъем с вещами на выход там за мной кто-то из грибников наблюдает вот что становится зонтиками которых никто не собрал потихонечку надъедают их местные жители вот иду на одно местечко есть вот у меня одно которое я посещал в прошлом году но по пути также встречаются бугорочки которые еле видно я еще думаю чего там люди вон те нагнулись и собирают тоже наверно повстречался им только обед а уже так темно в лесу камера конечно свет вы вытаскивает сейчас намного темнее чем она показывает еще один беляшик совсем маленький видимо только начали свой рост мы то старых и не встречали вот вроде бы мы и пришли на местечко но я смотрю вокруг автомобили стоят надежды мало кто-то в этой ямке срезал несколько белых и так неудачно смотрите сколько мяса оставил ну я заберу вот я не расстраиваюсь у каждого свои возможности зрительные я имею ввиду поэтому просто стал внимательней и действительно кроме того что мне повстречался в бугорке вот такой вот маленький белячок мы с вами видим еще более крупного экземпляра голову а он тут он тут вдвоем поэтому я не рекомендую срезать лучше вот так выкрутить потихоньку видите и почистить далее видим еще голову голову примерно они ровесники красавчики и к ним в компанию идет еще вот голову а это головушка маслеточка тоже вдвоем еще у нас есть еще один экземпляр маслячка а повезло кому-то вот в этой ямке такие уже крупные экземпляры нашли ну ничего мы и этому рады плюс человек возможно нашел там и на эмоциях побежал дальше или туда дальше а нужно по кругу пройтись осмотреться или же действительно судьба такова что каждому свой гриб он свои забрал я за своими пришел по пути повстречались такие темно-коричнево шляпы маслята я сначала было подумал что это белые эти букетики выросли и отдельно стоящий как будто они в соре в лесу становится совсем пусто уже грибников не встречаю люди уже с включенными фарами покидают лес и мы будем торопиться домой вот такой вот у нас скромный результат но увесистый однако же не с пустыми руками я схитрил немножко зонты положил подниц что казалось больше белых посчитал 30 штук я очень доволен сегодняшней грибалкой она удалась я считаю давно уже не испытывал такой всплеск положительных эмоций это тоже стресс для организма нужно отойти в общем до новых встреч друзья всем мирного неба над головой крепкого здоровья как всегда от вас попрошу лайк подписку и комментарий спасибо вам за то что оставляете всегда ваши комментарии я все читаю очень приятно низкий вам поклон до свидания спасибо 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 спасибо